Друзья, всем добрый день, с вами Олеся. А 22 апреля у нас начинается праздник Бога Велеса. И ты понимаешь, что вот эта атмосфера, она расширяется. Собрались они на понятиях. Три составляющие, которые идут вместе. Климя, оно строит дворец и строит аллею. Все, все в деле. И все в деле. А мы с вами это все почувствовали. Сделать выбор по доброй воле. Это называется выбором между добром и злом. Жизнь дорога всем. Когда человек это осознает, он не убивает и не велит убивать. Велес, волос, в лес. Он отвечал за благополучие, достаток. За домашнее хозяйство человека и за его потомство. То есть Велес отвечал за все, что человек строил, наследовал для себя и своей семьи. Все, что про семью, это от Велеса. Давайте же разберем это слово. Это ведь не просто семья. Семья. И в этом древняя подсказка. Спасибо ей огромное, потому что меня это слово терзало с самого детства. Ну, подсказка открылась вот она сейчас. Давайте поговорим. Значит, семь человек. Когда образуется семь человек, образуется новый мир. То есть, когда собираются семь человек вместе, то образуется коллективный разум. Ну, это не простые семь человек. Это семь человек, которые дышат, думают одинаково и хотят в жизни одного. То есть, семь я, это семь близких по духу людей, которые собираются вместе. И именно этот коллектив становится единым разумом. И он же становится эгрегором. Семь я. Они растут, совершенствуются, эволюционируют. Это уже семь человек единым духом. Это словно уже маленькая планета, которая живет, процветает. Они волшебничают, что-то у них получается. И они растут, растут и идут в своем пути по этой белой прекрасной дороге. Но именно это то, что разрушается во всех государствах. Потому что это делается законами, внедрениями в поколение, мыслями, фильмами, блоками. И я думаю, вы каждый на себе это почувствовали, как происходит разрыв поколений. Поэтому бережем нашу дружбу поколений, бережем нашу команду, бережем нашу семью, близких по духу людей. Но, конечно, здесь очень важные критерии. В команде все должны быть самостоятельными. А ни в коем случае не стонущими, не нытиками. И вот я вам сейчас приведу два примера, которые присутствуют в нашем мире, которые подтверждают этот факт физиологически. Значит, есть птицы. Вот они живут, бегают, летают, прыгают где-то по травке. И ни одна из этих птиц не знает, что делать целой стае. И даже вожак этой стаи, например, у уточек или у лебедей, он тоже сам по себе. Вот он входит, травку щипает, он не знает, что делать этой стае. Но тогда, когда эти птички, они взлетают, они начинают образовывать вихри. У них собирается их энергополе. Это минимум 7 птиц. У них происходит связь с Землей, с космосом. Они делают эти вихри. И взлетая, они уже знают, куда надо лететь. Уже все встают в свои правильные позиции и действуют сообща. Это первый пример. Другой пример. Улей с пчелами. Одна пчела отдельно, она не знает, что делать. Но целый улей, он знает, что делать, и все четко занимают свои позиции. И начинают участвовать сообща в общем деле. Это и есть оба этих примера. Это показывает, когда начинается в действии происходить у нескольких особей, которые имеют общую цель, у них происходит сонастройка. Сонастройка не только между собой, вот этим коллективом. Происходит сонастройка с Землей, с небесами. В общем, со всем происходится настройка и образуется вот этот коллективный разум. Коллективный эгрегор образуется. Все это и выходит в ноосферу. И обратите внимание, и это ключевое, потому что нам нужно это искоренить из своих ген. Фу-фу-фу, нам больше не надо, потому что я вам сейчас расскажу, почему нам это не надо. И это мы должны осознавать. Ни в одном из этих коллективных разумов не присутствуют распорядителей. Не было этих экзекуторов и надсмотрщиков. Но при этом в нашем государстве почему-то именно эти структуры присутствуют обязательно. Так вот, все это выглядит так, что человек становится деталькой какого-то механизма. Я бы еще добавила, а в нашем современном мире мы видим, что одноразовой деталькой. Так вот, мы понимаем, что в какой-то момент человечество, мы не осуждаем, потому что мы не знаем, как это происходило, человечество, оно свернуло не туда, оно свернуло от сонастройки с природой, оно свернуло в другую сторону, быть частью механизма. В определенный момент эти подземные нефилимы будут на пути к тому, чтобы противостоять людям в этой последней битве. Но им нужна определенная атмосфера. И они могут восстановить эту атмосферу с помощью старых исследований. В ней должны содержаться по меньшей мере алюминий, ртуть, оксид графита. Если вы соедините людей инъекцией с оксидом графита и 5G, то окажетесь в их власти в этом веке. То есть мы ушли от земного, а на земле была жизнь без вожаков. Я об этом скажу дальше, но эта мысль очень важна, поэтому и здесь я на ней остановлюсь. Понимаете? Так же, как дружба, это взаимно интересные друг другу люди, коллектив, это взаимно интересные друг другу люди, которые собрались для общего дела. Точно так же. Нам очень интересна земля. И мы, нашей земле, нашей планете должны быть интересны. Но об этом дальше. Ей интересно наше устройство. А интересно оно только в одной форме. Об этом чуть позже. И еще одним примером будет служить пример, как же родилась анархия. Русский князь Кропоткин анализировал, как происходила оборона города французскими рабочими во время французской революции. Вы представляете, что рабочие разбились на маленькие группы, и не сговариваясь, не выбирая себе вожаков и начальников, руководителей, они смогли отстоять маленькими группами, организованными оборону города, имея коллективный разум. То есть у них вот это энергополе образовалось, и они все сделали. Без вожаков, без выбора главного, кто главный, кто на себя возьмет ответственность. Просто все вот занялись делом. Вот вам и анархия. Мать порядка. Итак, а почему же в человечестве только семья и род и община являются основой? Потому что там нет никого лишнего. Лишних расходов тоже нет. Все, все в деле. И все в деле. Именно так создавались боги-эгрегоры. Вы видите, что нет лишних качеств, лишних богов. Именно так жили наши цивилизации миллионы лет. И именно эти качества, они определили, отточив свое понимание, нам для развития вперед. Это создает процветание, семьи, рода, общины. Это основа. Есть такая древняя книга, Велесова книга, которая сохранила нам и рассказала о наших древних богах. О временах, когда был рай на нашей земле. А мы же хотим наш рай на земле вернуть. Поэтому мы должны и восстановить наши пантеоны богов. И восстановить эти качества в нас, на земле. Нам, конечно, для этого всего восстановления необходимо учитывать древние мифы и легенды. И мы должны понимать, что книга определенным образом переводилась, перевозил ее Миролюбов. Например, Левашов советует читать ее в переводе. Смотрите. Вот книга из Слатина, я, к сожалению, не взял сегодня. У меня есть первая и вторая книга, где он действительно, он грамотно переводит. Потому что многие люди переводят, ну, скажем так, весьма неточно. Тем не менее, терминология и имена богов в этой книге не изменились. И, как говорит Владимир Шемшук, именно с этого мы должны начать, восстанавливая наш рай на земле. 108 богов, которые сохранились в древних из Велесовой книги Владимиром Шемшуком, они обозначены. С чего начинать восстанавливать наш рай, с этих качеств, мы с вами уже знаем. И для этого нам нужно понять, что же лежит в основе самого управления жизни. Оно построено на основе рода, семьи, общины. И есть еще одно очень интересное открытие, сделанное Владимиром Шемшуком. Я вам сейчас расскажу, это подтвердит наши с вами ощущения параллельных миров, почему это происходит. Нам об этом рассказывает Владимир Шемшук, укрепляя нашу веру в наш рай на земле. Итак, если на земле происходит 30% событий других, кардинально изменивших жизнь людей, а мы с вами это все почувствовали, то есть минимум 30% жизни изменилось на земле, то, что происходит, начинает образовываться в день зимнего солнцестояния, это с 21 на 22 декабря. В этот день, а события до этого произошли, начинает происходить расслоение миров, образуется параллельный мир с этим миром. И теперь смотрите, образовалось два параллельных мира, потому что 30% события кардинально перевернули жизнь. И мы с вами как-то случайно, хотя вся наша жизнь вела к этому событию, она нас поделила на в каком мире мы хотим жить. Мы готовы к новым кукодам, к уколам, к внедрению в организм, к искусственному, жесткому, неприродному, неземному. Оно не наше, мы как бы чувствуем. Или мы прямо отделились, и вот этот жесткач нас уже так достал, уже так мы встали перед стеной, что мы просто готовы уже в другую сторону плыть, вот просто подальше, два мира. И поэтому, когда они действительно образовались, эти два, и они расслаиваются. И ты понимаешь, что вот эта атмосфера, она расширяется, а потом за ней что-то еще идет. Вот это расширение собственной атмосферы, которая не обязательно должна быть сконцентрирована на задачи, прописанной там в течение дня, месяца, что ты должен сотворить. Это твой мир, это очень творческий материал. Я хочу сказать так, и я думаю, что вы знаете об этом, что те, кто сейчас не здесь, и не воплощены, им очень хочется сюда. Они очень скучают по вот этой материи, которая могла бы дать им возможность что-то делать здесь. Эти ощущения, которые мы переживаем, к сожалению, недоступны в тонком таком мире. Да, там больше возможностей, там есть возможность перемещения в пространстве, во времени, как угодно, но вот эта вот ценность, от которой мы так отталкиваемся, нам это не нужно, нам нужно туда, с крыльями. А это так прекрасно все, что мы имеем, и все, как мы здесь можем друг друга видеть, даже трогать, слышать, это создает вообще другой инструментарий, другое понимание творчества. Оно перестает быть вот этим понятием формализованным. отдает только ощущение того, что у нас вот эта вот искра, которая идет от единого, вот она здесь. Она может быть обличена во все, что угодно, какие-то обстоятельства, но если она не возгорится, от нее смысла нет. То есть сейчас очень важно от нас, небеса смотрят, какие правила жизни мы для себя выбираем, какой мир, правила какого мира мы с вами поддерживаем, да, и тем самым мы усиливаем и закрепляемся корнями в том мире, в котором мы хотим жить. А те, кто согласился на новый мир, они подтвердили это своим действием, своим выбором, и как мы знаем, выбор надо подтвердить минимум несколько раз, видимо, из-за чего мы все и догадываемся, что и процедуру человек должен выбрать не один раз, а там раз, два и сколько-то раз, подтвердив свой выбор, и тогда вот этот отслоенный мир, он двигается дальше со своими наморниками, но, конечно, как мы видим уже по Китаю, уже людей там будут ставить на колени. А сейчас, друзья, давайте с вами коснемся божественной структуры общества, за которую отвечал Велес, которая была в древности, при древле православии, потому что при этой структуре наша с вами земля, наша цивилизация, она процветала, и мы к ней вернемся, потому что нам это важно сегодня будет узнать, потому что в следующем видео я уже буду делиться с вами проектами, как разместить в городах по энергиям богов, потому что мы с вами прошли родолад, теперь мы можем уже от малого переходить к большему, как размещать производство, чем заниматься, в каких частях города, потому что в этих же местах, исходя из севера, юга, запада на восток, то есть где заниматься каким ремеслом, так, чтобы вам помогала и энергия бога, помогала вам заниматься вашим любимым делом и давала вам в этом деле процветание. А мы возвращаемся к нашим основам, раю на земле. Семья – это отдельный дом, и несмотря на то, что мы с вами зимой вынуждены зарабатывать, находясь в квартирах, в городах, то нам с вами обязательно нужно иметь родовой дом на земле. Мы с вами когда-то так жили, это было правильное устройство, потому что я вам всегда и подтвердю, что в родовом доме вы можете развивать свое мастерство, а как мы вспоминаем, после Велеса световид – это мастер, то есть вы сначала строите, любите, потом вы мастерите. Мастерить вы должны уже, понимая, как устроено общество, родив детей, вы уже становитесь мастером в своем деле. Для мастерства часто нужно пространство, как раз родовой дом, он позволяет это пространство организовать. И я сюда добавлю, потому что тем самым вы уходите от ловушек, которые построены сейчас, у вас маленький ребенок, вы представляете, и у вас в родовом доме есть ваша мастерская. И, как я и говорила, в родоладе – это то, что позволяет человеку жить дольше 70 лет, потому что если он не становится световидом, человек не может перейти в вея, соответственно, его жизнь будет короткой. А нам нужно эволюционировать. Это и есть виток эволюционный. Так вот, у вас маленький ребенок и есть мастерская. Ваш ребенок уже с детства знает, что у него есть родовое дело, у него организовывается умение, он чувствует навык в своих ручках, и уже ваш ребенок, он защищен от того, чтобы не свернуть со здорового пути развития человека. Уже его никто не купит и не заманит свою сеть. Уже ребенок растет и понимает устойчивый этот мир. У него есть дело, у него есть навык, и он этим будет защищен. Это ваша мастерская, ваш родовой домик. Так вот, мы так жили, но мы с этого свернули в какой-то момент. Но мы с вами должны будем вернуться к самому лучшему, то, что нужно для человека. Так вот, мы к этому возвращаемся. Конечно, для этого нужен маленький кусочек земли, огородик, и можно начать даже с хижинки. Сначала туда приезжать, и по досочке, по досочке наращивать свое родовое гнездышко. И еще все зависит по расположению вашего родового дома, от того, вы занимаетесь ли масштабным делом для человечества, или ваше дело не является в рамках человечества масштабным. Например, вы живете в поселении, которое строит самолеты или корабли. И в данном случае, тогда, так как это дело масштабное в рамках человечества, тогда ваш родовой дом должен располагаться недалеко от поселения, недалеко от города, на территории. Ну, а если же ваше дело, оно не такое масштабное в рамках человечества, оно более такое небольшое, тогда вы уже можете располагать свой родовой дом подальше. То есть для вас уже территория и расстояние и необходимость уехать, она не является такой большой проблемой. Это вот важный момент. И еще, конечно, важный момент, это то, чтобы мы должны все это представлять с пониманием теплого климата на Земле. Потому что нет смысла участвовать в масштабном деле для человечества. Вообще нет ни в чем в этом смысла, если есть очень холодный климат. А богом-покровителем семьи был бог царь. И сюда же царь. И для этого рядом с родовым домом семьи строили сарай. В сарае столовались и вели все дела. Рядом с домом у людей был огород. То есть люди-боги, они кормят и обеспечивают себя едой сами. Это их жизнь и это их независимость. Со временем семья в сарае производила обряд чаркования. То есть это воздействие на чары, чакры. И сарай мог иметь название уже чарковь, сюда же царьковь. Это церковь, это царьковь, это место в связи с богом, саром, покровителем семьи. И в Греции до сих пор сохранилось, что у них у каждого дома находится маленькая церковь, где, ну, как покровитель семьи. Так вот, дальше я вам прочитаю. Род, это объединение людей, связанных кровно-родственными узами для создания условий возвращения и перевоплощения человека в этот мир. Род, это своеобразное биологическое устройство для восхождения человека по эволюционной лестнице к богам от жизни к жизни, когда люди приобретают все большее количество божественных возможностей. Род и племя могут существовать только у развитых цивилизаций. Если их нет, то прерывается связь души и тела. И такая цивилизация быстро гибнет. Вот почему нам все фильмы про будущее, где одинокий человек наливает себе одинокую чашку кофе, садится за компьютер выполнять работу и живет в этой квартире один и отстранен от социума, нам все эти фильмы не подходят. Их для нас снимала не наша цивилизация, не с нашей земли, которая отслоилась в своем видении мира. Вы видите это в большинстве лидеров. Продажность, безжалостность, ложь. То, что называют голубой кровью, не буквально голубого цвета, это нечто необычное. Это нечто ржавого синего цвета, восходящее к нефилимам. И в конце концов, они проводят этот эксперимент. И не удивляйтесь, используя молодые скелеты до 500 лет. Они могут извлекать ДНК из скелетов. Сейчас они создают тела уровня гигантов для привлечения бездушных демонов. Они становятся демонами. И приводят они их, не удивляйтесь, через церн. Это в Швейцарии, большой проект, Швейцария. Никто не задавал вопросов, когда в туннеле Готард состоялся грандиозный ритуал черной магии. Ты имеешь в виду открытие, верно? Да, открытие. Странный ритуал. Итак, они создают тела, которые будут готовы в предстоящий период с привлечением церн, с так называемым ускорителем частиц в поиске частицы Бога. Частица Бога находится внутри нас. Это живет в каждом человеческом существе, как семя. Ты проходишь большое испытание, через которое проходит каждый. И ты должен сделать выбор по доброй воле. Это называется выбором между добром и злом. Место проживания рода. Это хутор. Хутор от слова кут от слова куд и означает место воплощения. В тибетском языке сохранилось слово хутутху, то есть место воплощения просветленного хутутху. Жизнь дорога всем. Когда человек это осознает, он не убивает и не велит убивать. Надеюсь, вы поймете, что в этом наша великая сила, а не слабость. В русском языке хутора имеют название географического места. Яр, красный яр, лог, сухой лог. В хуторе высаживается сквер, соответствующий породам деревьев, богов, покровителей, семьи, живущим в семье в нынешний момент и также ушедшим из семьи, все богам, покровителям семьи. Можно также высадить деревья по кругу по образу кола. Я так сделала у себя на земле. Вот так высаживая по кругу, тем самым вы создаете ритм и божественное магнитное излучение. То есть, представьте, как выглядит храм. Это колонны, в основе которых и купол. В основе колонн у нас металлический стержень, он является проводником от земли к небесам. Купол это то, что копит вот эту энергосферу. Так вот, когда высаживаются деревья по кругу, в деревьях у нас с вами живой сок, живица, это жидкий кристалл. Кристалл вода, он тоже является проводником, он тоже держит энергию, передает энергию, так же, как железные прутья, они передают энергию, держа общую связь. Точно так же и деревья, высаженные по кругу, в которых внутри живой кристалл поднимается от земли вверх, они образуют общую связь. Так же и корни, сплетаясь, образуют цельную связь и передают информацию друг другу. А крона, она образует этот купол, потому что деревья, они тянутся друг к другу, образуя этот купол, образуя это инфополе, тем самым образуя связь с небесами. И, кстати, хоровод, это тоже живой храм, он тоже образует магическую, волшебную связь с небесами, потому что люди, как колонны, как проводники, и образуются энерго-поле. Вот вам и генераторы жизни, создающие животворящее магнитное поле. А дальше вы сами найдете объяснение по физике и вообще вот устройство энергетические деревья, в которые высажены даже по небольшому кругу 24 дерева. следующее у нас семья, род, племя. Племя это уже 2-4 рода, которые объединились. Со словом племя у нас связаны пламя, огонь, и это уже маленькая деревня, то есть тогда, когда объединились хутора. И здесь так интересно, что племя высаживало аллею, которая вела к священной роще. Погравителем племени был бог Див, он же Дый, и племя строило для себя храм, который назывался дворцом. Дву значит два. Смотрите, у семьи строили сарай для воздействия на чары человека, волшебной способности. Урода строили храм, племя строит дворец. Понимаете, вот, то есть дворец и деревья, храм и деревья. У семьи сар и тоже огород. То есть человек, он создает сооружение красивое, которое помогает ему связи с небесами и усиливает природу. Это как три вещи, три составляющие, которые идут вместе. Семья, сарай, огород, род, храм, деревья высаживает по кругу, племя, оно строит дворец и строит аллею к еще большей посадке волшебности. Вот это все то, что держит человека, то есть такие составляющие базовые, без их присутствия мы размазываемся. Вот как сейчас мы видим полностью размазанное состояние внутреннее людей. А оно должно вот так вот шагать. Какую же функцию выполнял дворец? Как интересно, а дворец он выполнял функцию воспитания детей. Слово двор до сих пор означает место, окружающее жилье. Раньше двор окружал только дворец. И вот понимая это все, мы с вами понимаем, откуда взялись выражение про детей, детей, которые воспитаны двором или дворовые ребята. Дворец это детский садик, это игровая площадка, дворец стал двором, именно двор стал выращивать детей, но конечно же детям обязательно надо строить или дворец или двор, а лучше и то и другое, потому что в нашем детстве были, кто постарше были дворцы пионеров, дома культуры, в нашем уже детстве были дома детского творчества и это нам все было очень важно, это растило в нас людей и к этому мы должны вернуться, помните как это было? А название деревень, напоминаю, что это когда собирались два или четыре рода, а также название хутора, это где один род, эти названия они были связаны или с местоположением или с именем основателя этого рода, рода или племени, но уже в отличие от хутора он имеет окончание на ка или на ки, что указывает на душу, у египтян душа это ка, а вот то, что уже указывает на фамилию, это уже было в двадцатом веке, чуть позже, поэтому раньше это была малиновка, березовка, ключики, или например деревня Елмаш по имени и фамилии основателя рода Елмашевых. Следующее семейное поселение это община дружества, также называется это уже пять-шесть родов, которые собрались вместе, собрались они на понятиях, если можно так сказать, общего коллективного дела, дружбы и также на основе чина. Чин это означает по уровню профессионального мастерства, так вот в общине можно сказать, что люди вспоминали свои прошлые жизни, вспоминали свои навыки и применяли и вспоминали какого профессионального мастерства они достигали и могли расти и дальше, конечно, на основе коллектива. Община это село, а это уже объединение село, это нескольких деревень, покровителем общины уже был бог Дачь-бог, Дачь-бог мы вспоминаем, его также называют три-бог и храм в общине строили терем, терем от числа три. Так вот, то, что я проговорила и дальше мы понимаем, что в общине строили терем и в общине главная основа это коллективный труд, общее дело на общей земле. Дальше община это село, село если произнести наоборот это лес, так вот община они высаживали вокруг себя лес. И община имела также в своем названии по роду основателю, по имени рода основателя этой общины, но к окончанию прибавлялась ина, то есть в слове даже община мы видим община ина. Так вот, общины это примерное название Савина Мокина Ступина. Далее строили товарищество, товарищество это уже семь восемь родов и у товарищества богом покровителем был бог сварок строили в товариществе опять же храм чертог. и товарищество уже в окончании имело в своем названии на Ова и Ева например Елова, Котова, Комарова, Култаева. КОНГ КОНГ МОЛ МОЛ КОНГ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Кристалл Сапфир цвет синий Овощ турнепс Орех фундук Фрукт яблока Кушаем шарлотку Ягода брусника Гриб волнушка Злак проса Симсим откройся Пряность базилик Эта пряность помогала нашим предкам Защититься от гипноза И от различных внушений Трансляторов Поэтому в этот период можно добавлять В еду соус песто Потому что этот соус Он готовится К спагетти Этот соус он готовится На основе Пряности базилик А также базилика По-гречески А это мы с вами знаем По-гречески Это храм Это место Для сбора людей А мы с вами увидимся В новом видео До встречи, друзья Величия вам желаю Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok